Я опять читал 31 стих, он такой содержательный очень, и тут такие есть, ну просто он так очень симметрично составлен, тут говорится, что она говорит, находящийся в моем сердце, сайтам самипья романам, находящийся совсем близко, вот это слово самипья, как бы самьяк, вот как мы поем, самьяк киртан, глубокое воспевание, находящийся глубоко, близко, очень в сердце, рядом с живой, здесь говорится, ну и описывается качество Кришны, рати прадам, прада это давать, наделять, рати прадам, то есть он наделяет любовью, да, настоящей любовью или удовольствием, которая приносит эта любовь, вита прадам, процветание, нитьям, нитьям, имам, вихая, то есть он дает вечность, и дальше говорится, вот вихая, то есть если его мы оставляем, и дальше она рассказывает о своих разочарованиях, она описывает, ну здесь она получается, как проводит такое симметричное сравнение Кришны и мужчины, ну или там противоположного пола, да, там партнера, вот, и она говорит, что в отличие от Кришны, этот человек, он акамадам, ну там называет она Кришну рати прадам, то есть он может дать и любовь, и удовлетворение от этой любви, а акамадам, вихая акамадам, то есть тут она говорит, что он не дает удовлетворение, то есть, ну, как бы акама не наступает, то есть жар этот идет, вожделение, и сколько ты не соприкасаешься с этим, ну, простым человеком, да, у тебя акама не наступает, то есть удовлетворение, потом она говорит, что дукха бхаядги, шокха моха прадам, то есть чем реально наделяют нас объекты материальных чувств, дукхай, ну, понятно, да, страдания, бхая, страх, адги, умственное беспокойство, шока, скорбь, моха, иллюзия, и она говорит, что я агья, невежественная дура, да, ну, перепутала и пыталась, ну, как бы получить прадам, а те, кто вот всякую вот эту вот ерунду дает, даже у нас слово такое есть прадам, да, ну, там, объявление, продам, там, коньки, там, да, продам, еще там, телевизор, продам, и получается, ну, дальше, вот это то, что мы сегодня читали, она опять, а, вот то, что, то, что меня, как бы, знаете, зацепляет здесь, то есть вот я вижу, ну, даже преданные, да, вот приходят движения, и для них остаются вот это, ну, такие авторитеты, как, например, там, Илон Маск, там, Стив Джобс, или они с таким благовением произносят Тесла, там, машина Тесла, знаете, там, или кто-то спутник, там, куда-то запустил, ну, вот Баксан Сарасвати, он говорит, что в этом мире, вот, есть садху, есть мирские садху, ну, Стив Джобс, Билл Гейтс, там, да, Трамп, там, не знаю, Путин, там, ну, мирские садху, да, и люди их, ну, как бы, превозносят, и он говорит, что всегда идет такое противоборство у нас внутри, в сознании, между мирскими садху и истинными садху, и он говорит, что они, ну, обе эти категории, они не могут быть равнозначно сильны в нашем сознании, то есть, если мы сконцентрированы на Тесле, на Стив Джобс, то садху настоящие, они становятся очень маленькими, такими незначительными, если мы концентрируемся на садху настоящих, то те становятся незначительными, ну, то есть, такое противоборство, даже, вот, был такой мультфильм карикатурный, когда приехали в такой небольшой городок, люди из большого города, и они ходили, единственное, что они произносили, они произносили, ну, то есть, люди, они что-то там приехали, жилье купить, ну, как в пригороде, как люди из Анталии, в Кемере, там, хотят купить, они приехали, и они произносили такие слова все время «Тесла», «Айфон», «Минералка в железе», что они еще говорили, ну, еще какие-то такие подобные фитнес, «Тесла», «Минералка в железе», «Тесла», «Фитнес», «Айфон», они просто ходили по городу, как зомби, вот это, ну, как бы, произносили, и, ну, это реально такая вещь, ну, люди, как бы, больны этим, и когда они уделяют этому внимание, то садху, они становятся маленькими, это учение маленьким и относительным, и так вот, ну, работает сознание, я вот сейчас там изучал, ну, такая есть теория поля, Курт, как его, в общем, такой, а, не-не-не, такой ученый, ученый, ну, он, когда Вторая мировая была, он бежал в США, такое похожее какое-то на русское, ну, я вспомню потом фамилию, ну, в общем, его США наняли, ну, была же тогда великая, ну, Вторая мировая война была в мире, в США тоже там, они что, с японцами сражались, что-то помогали, у них такое было, ну, проблема, в общем, тоже с финансами, они хотели перевести людей с белого хлеба на серый, чтобы уменьшить бюджет в стране, а люди не хотели переходить, и они попросили вот этого, Курт Левин, вспомнил, этого человека, чтобы он провел, ну, какие-то исследования, как людей заставить есть, что мясо, перестали мясо продавать, чтобы перевести людей на тушенку в банках и с белого хлеба на серый. И он заметил, что вот если с человеком просто работать, с одним человеком, его трансформировать очень сложно, но если человека погнать на митинг, то когда он находится в толпе, он может за короткое очень время полностью перепрошиться его парадигмой, которой он будет вообще всю жизнь потом руководствоваться. И он просто начал там какие-то создавать такие, ну, какие-то мероприятия скрытого типа, приглашая людей на митинг. И там людям рассказывали о том, что нужно есть серый хлеб, есть тушенку как бы в банках, и люди, ну, перешли. Он тогда доказал, и потом, в общем, его начали нанимать, чтобы он перепрошил американское правительство там по заказу, ну, и потом у него случился сердечный приступ, никто не знает, как оно там все это было, конспирология. Но идея в том, что его очень большой вклад в то, что он доказал, сделал множество таких разных, как бы, опытов на том, что человек — это такое социальное существо, и коллективный разум — это самый такой огромный, ну, имеющий силу, так сказать, орган, как бы, в его теле, который, ну, указывает, указывает путь. И, то есть, ну, вот это классное слово, я сегодня зашел, прям в словаре посмотрел, ну, оно сейчас широко используется, да, современно, хайп, знаете, хайп, ну, говорят, это хайп. Вот кто знает, что это хайп, что это такое? Ну, что-то очень популярное, которое набирает обороты, растет, все мы там говорят. Да, то есть, вот переводится с английского это слово, как шумиха, агрессивная, навязчивая реклама, целью которой является формирование предпочтений потребителя. И получается, что, ну, в этом случае с пингалой, как это срабатывает? То есть, пингала, ну, например, счастливая семейная жизнь — это хайп. Ну, это как бы принято, но это хайп. Или, например, там, она искала каких-то себе любовников, там, да, это хайп. То есть, это общепринятый хайп, который остается в тренде миллионы лет, ну, пока материальный мир как бы есть. И она находилась в этом состоянии вот этого хайпа, так же, как и все остальные. Но когда она, ну, там, как Ачария, объясняет Джилла Госвами, да, она соприкоснулась с этим Саньяси, там, или, как здесь в Багово, там, говорится, у неё отречение-то проснулось, там, просто из сердца спонтанно. Она вышла из-под влияния этого хайпа, этой моды. И она подумала, вот это да, получается, я хочу получить, и все, ну, кто меня окружает, все хотят получить наслаждение, ну, максимальное, да, от отношений с противоположным полом. Но на самом деле, ну, самое близкое, глубокое существо — это Кришна, который находится в сердце. И она как бы вышла из-под этого влияния. И таких людей, их очень мало, ну, в принципе, в человечестве, ну, на земле. Даже если человек одевает, там, одежды, там, оранжевые, там, ну, типа, отречённый, там, монах. Ну, может, там, быть, например, не привязан к сексу, но быть привязан к положению, к последователям, или просто иметь какие-то кармические взгляды, ну, которые рано или поздно вылазят. И вот Джилл Госвами, он говорит, что вот эта Апингала, она выделяется из всех двадцати четырёх в Гуру, потому что это единственное... Ну, мы дальше будем их же изучать, ещё остальных. Он говорит, что это единственная Личность из них всех, которая сознательная, которая не олицетворяет что-то или, там, указывает на отречение. А она именно практикует, вот как Матраджи Юля сказала, о Бхакте. То есть, её сердце тронуто Кришной, и она, ну, постоянно говорит о любви к Кришне. То есть, она, ну, эта вещь, вот даже наше движение, оно построено на любви, основано, да, на любви читания Махапрабху к Кришне, да, ну, он как в настроении Шимати Радхарани, и мы его, как бы, последователи, да, Гаудии. Но, тем не менее, ну, любовь к читанию Махапрабху к Кришне и любовь к Пингалу к Кришне, это находится за пределами хайпа. То есть, даже в нашем движении хайп распространён. Там, давайте будем рассказывать о важности, там, стабильной жизни, там. И люди, ну, садятся на Вьясасану, да, на воскресной программе в разных храмах, и они говорят, ну, что мы будем тут говорить о Кришна Примабхате, и это, как бы, фантасмагория, часто такое, это фантасмагория. Кто, я не видел в жизни, ну, что кто-то достигал этого. Давайте говорить о практичных вещах, как правильно выполнять обязанности, понимаете? И это называется хайп, вот. Но мы видим, что, ну, это, как бы, движение, но чем оно необычно, тем, что оно передаётся от сердца к сердцу. То есть, очень трудно толпу заставить любить, да, Личность, Кришну, например. Мы его не видим, да, мы не видим Кришну. Ну, кто-то видит, кто-то не видит. Ну, мы какими-то, может, другими органами его видим, там, сердцем, там, или ещё как-то. Но, то есть, имеется в виду, что вот этот термин, вот это явление хайпа, оно присутствует везде, и в материальном мире, и в духовном движении, везде. Но вот Эпингала, она уникальна тем, что она вышла из-под его влияния. Она заразилась, ну, как бы, любовью к Кришне, как бы непосредственно к Личности, она её испытала. И мы тоже, ну, находясь в этом движении, должны выйти из этого, как бы, хайпа, да. То есть, мы должны тоже почувствовать свои личные отношения с Кришной, с Гуру. То есть, у нас должно пробудиться вот это ощущение близости, что мы хотим делать это для Кришны. Хотим делать это вместе с преданным, любовь к преданным, там, Гуру, ну, к Личностям. Вот. Что это не просто, как бы, индийский хайп. Мы надели какие-то одежды, кимоно, там, сари, там, разноцветные, и вышли, да. Но это просто мы делаем, потому что мы любим Кришну, нравится Ему одежда, она духовная, мы не чувствуем себя естественно. Ну, вот, такие вот у меня, как бы, размышления были. И также, ну, то, что меня, вот, поразило, ее, вот, это высказывание, «Анушо чьят», она называет этих мужчин жалкими, но и сама себя она называет жалкой дурой, ну, постоянно. То есть, она, ну, можно, если вот прочитать ее стихи, то мы осознаем ее, то есть, мы видим, что она осознала свою никчемность. То есть, у нее проснулось реальное смирение. Она даже не говорит, что, посмотрите, какие все никчемные, ну, там, все, типа, в иллюзии. Она говорит про себя, вот. И, ну, Наратамдастакура, он говорит, что, чем больше человек приближается к Богу, тем больше он чувствует себя никчемным. То есть, если человек, у человека нет этого осознания, то значит, что он очень далек от Кришны. Очень далек. Мы не всегда можем это понять по человеку. Вот, как Варгавинда с вами говорит, что там дает лекцию о том, как надо плакать по Кришне. И там какой-то человек сидит и бросает ему вызов, ну, говорит, а вы плачете по Кришне? Тут даете лекцию, что надо плакать по Кришне, а вы плачете по Кришне. А он ему говорит, негодяй, ты думаешь, я не плачу по Кришне. Я постоянно плачу по Кришне. Я прямо сейчас плачу по Кришне. Ты что, не видишь, что я плачу по Кришне? Такой негодяй отвечает, и видишь, что я плачу по Кришне? Прямо сейчас в этот момент, нет, не вижу. У тебя нет глаз, чтобы это увидеть. Ты просто негодяй, ты животное. Я плачу по Кришне. Ну, то есть, мы можем это не понимать, как бы не осознавать, ну, что человек осознает свою никчемность, да, ну, термин Дина Хина Джаны, падшая никчемная душа, да, ну, Наратам Тастагур почти в каждом своем баджеме. И вот она вот это осознала, то есть это очень высокая реализация. То есть когда преданный это осознает, то уходит вот это, знаете, о, Дубай, там, о, Тесла, о, Айфон, ну, уходят вот эти вот. И у преданных, обычных, ну, просто у живого существа уходят вот эти. Это же и есть второе оскорбление. Считать имена таких полубогов, как Илон Маск, Тесла, Айфон, Стив Джобс, равными имени Господа Вишни, в той же степени ими там восхищаться. Да, это может, ну, нормальные какие-то успешные люди, они изобрели качественные товары, но эти товары, они должны помогать нам служить Кришне, а не мы должны поклоняться этим людям, потому что они изобрели эти товары. Ну, вот это, как бы хотел такой момент добавить. То есть мы можем это, ну, как пронаблюдать. Это очень редкие случаи, когда человек, он вырывается из хайпа, и у него есть настоящая его жизнь личная, его связь с Кришной, с преданными, с гуру, настоящая цель. И это чудо, это бахти. Ты видишь это, и ты не можешь понять, чем этот человек мотивирован. Ты, как бы, его не можешь схватить, вот эту его мотивацию. Ты думаешь, чем она рождена? Да, он как бы, ну, он не просто, как, ну, отпрыск какой-то религиозной системы. Он реально, у него есть какое-то его личное желание, его личная связь. Вот это вот очень, ну, удивительно. И вот это то, что меня в Пингале, как бы, тоже вдохновило. Вот эта вещь. А у меня тоже была реализация на этой неделе, буквально. Коротко, да, уже? Говорите, да. Да, и, ну, там, санкертанщик, и он встретил, просто на улице, значит, священника. И священник, конечно же, начал вот это, ты же русский! Почему ты говоришь, ты же русский? А родители у тебя? Он говорит, ну, я душа, я не русский, я душа. Он говорит, ну, а родители твои же русские! Он говорит, ну, родители тоже душа. И, конечно же, потом пришли к выводу, что священник на уровне вот религиозной платформы, он не духовный, а вот религиозный. И мы вот, когда со стороны это видим, ну, вот я так о себе подследила, что мы думаем, мы видим это со стороны. Но в себе, вот я так думаю, я вот в себе вообще это вижу. Видите, наверняка другие люди со стороны тоже видят какую-то мою религиозность в каких-то других, может, аспектах. И вот это какой-то такой момент, может быть, даже грустный, что вот мы видим чужое, но мы как-то за собой этого не видим, не замечаем, может быть. И это тоже наша неглубокая, может быть, вера. Нету вот этой вот как реализации настоящей как-то гьяны, да. А есть какая-то гьяна, которая даёт нам какое-то понимание общее, что мы душа, вот есть сверхдуша, мы его частичка. Но вот по жизни, вот в обычной жизни, вот так вот, если нас выбить, просто поймать где-то на улице, вне общества преданных, то, наверное, как и у этого священника, будут очевидны вот эти вот моменты, где у него нет реализованного знания. Он просто, он знает философию, но вот своего личного опыта у него нет. И я подумала, что, наверное, да, вот как это увидеть, ещё, наверное, непонятно. Можно же и не увидеть, только там через 10 лет или там в следующей жизни, когда-то там или кто-то из других преданных, ты какой-то конфликт такой мощный пройдёшь, где ты действительно, у тебя поменяется какое-то твоё мироощущение. Вот я это поняла, потому что, ну, есть такое у эго-свойство, что вот я всё правильно делаю, я вот, они неправильно, а я всё вот правильно, я всё понимаю, у меня всё есть, у меня есть книги, я всё прекрасно знаю. Вот, и такая убеждённость, что ли, какая-то, что вот, я молодец. И этот священник у него же тоже такая же убеждённость, он тоже думает, я молодец, я всё делаю правильно, они неправильные, а я правильные. А мы со стороны видим и понимаем, что какие-то есть обусловленности, например, да, или там еще что-то. И вот он себя не видит со стороны, и я себя тоже не вижу со стороны. Может быть, конечно же, ну вот опять же, общество преданных в обратную связь, да, но даже скажут не поймешь. Вот бывает же так, даже тебе сказали, а ты вот не поймешь. А может быть, как с этим, как это преодолевать, чтобы двигаться вот эти. Даже гуру говорит, ну вот духовные учителя же делятся, что я вот этому преданному, я ему не могу в лоб сказать, потому что он либо уйдет, либо обидится, либо еще что-то. Просто ему мило улыбаюсь, чтобы он хотя бы остался в обществе преданных. И получается вот, может быть, как из этого, потому что я тоже вот словлю себе, если вот сейчас мне вот так скажут старший преданный, да, правду в лоб, я тоже, во-первых, я не пойму, я не осознаю, просто оскорблюсь, как вот этот священник тоже, вот ему скажи, вы обусловленное существо, да, там вы, ничего вы не знаете, он обидится просто, он не подумает, а, точно, я душа, я не русская душа, я просто душа, он обидится, и я тоже вот обижусь, если мне что-то сейчас сказать. Вот как можно будет это преодолевать? Вот, значит, как вы можете видеть? В чём проблема? Это эго? Кто вот, поделитесь, у вас были такие? Передадите, пожалуйста. Во-первых, это как-то служение вообще. Кнопочку нажмите там. Это всё можно прожить, это, во-первых, надо прожить, только вообще не с преданным служением. Вот так сам на сам ты это не сделаешь. И это может занять не один раз. Ну, честно, у нас происходит... Анартфаневрите, да, это вот, да, вот этот вот этап. И вот как раз хотела вас спросить, как вы, ну, вот такой пример какой-нибудь, может быть, как вы анартфаневрите прожили? Проживаю. Как это всё происходит? Ну, это только с преданными, причём с преданными, у которых есть отношения у нас уже. Да, всё, да, всё. Ну, вот мне в этой жизни, вот там, в обычной жизни, я вообще не люблю, когда мне делали замечания. Прямо вот вообще. Я прям, я, по-моему, уже говорила, да, что вот я говорила, мне не надо делать замечания. Потому что у меня вот тонкая душа на каждой, я обидуюсь, вообще. Ну, и люди так, наверное, думают, ну, ладно, как это странно вообще. А я напомню, смотрите, так вот, что ж, тут моё право. А когда я в общество пленами пришла, боже, там вот эти горячие стулы, там и щуки. Сидишь и смотришь, я хороший человек. А что это горячие стулы? До сознания Кришны. А тут я, оказывается, вообще, да. Но зато ты, когда выходишь из этого, реально благодарность чувствуешь. Оказывается, ты действительно себя видишь. Не дано это себя увидеть. Потом, а вот, оказывается, что. И такая рождается благодарность и вкус к этому. Прям даже просишь обратную связь, да. Но это можно только в санке. Почему с сангами живут? Почему мы встречаемся? Реально и для этого тоже, допустим, да. А чтобы отношения были, чтобы Кришна был, да, вот не чувствовал его. И тогда ты только можешь. А так вот, встретила преданного на улице, там раз ему, ну, не воспримется это вообще. То есть, санга нужна обязательно, да. Отношения нужны. Вот от кого бы вы выдержали обратную связь, скажите честно? Я вот, потому что надо же учиться выдерживать, да. Вот в любом случае. Я понимаю, что вот, ну, вот у нас вот в Анталии достаточно искренняя ядра. Ну, я не знаю, как от меня просыпало ощущение, что я чувствую, что просто можно, да, вот. Мы говорим, что мы чуть в аварию не попали. Это же трешевая ситуация. А все равно есть какая-то такая... Ну, я не говорю, что регулярно это делаю. Но было чувство... Особенно, вот, я не знаю, все, кто в машине сидели, ну, поддержали. Ну, не так, что там вышли и ушли. Хотя, может быть, надо было... В общем, мы с тобой не поедем. Да, может быть, и надо было. Если не поедете, я не обижусь даже. Ну, вот, да, вот это же тоже обратная связь, да, когда я, как бы, не обижаюсь, да, я принимаю, то есть, какую-то обратную связь. Это же тоже вот обратная связь. Ну, вот, наверное, да, потому что мы вот как-то уже так часто встречаемся. Вот еще такие киртаны, и вот, наверное, да. Может, потому что мы не живем вместе? Поэтому про... А вот в ашраме, да, вот кто в ашраме живет? Там же они... Там сложнее, да? Это такой левел уже должен быть, когда вы прям в одной, мотаджинской, и на, я тебе обратную связь даю! В ашраме был большой опыт. Да нет, не большой, вот просто вопрос прозвучал, от кого бы вы выслушали обратную связь. Ну, если человек нам благо желает, как бы. Не то, что там, ну, просто там он тебя, о чем попадя, просто хочет критиковать, потому что он от этого кайф испытает какое-то, ну, или просто удовольствие свое, от того, что он там гнобит всех, да. Нет, а если человек нам благо желает, то это обратная связь, и мы понимаем, что, ну, я уважаю этого человека, я ему доверяю, ну, или он, там, для меня старше, или равный, или младше даже, не важно, ну, что эта обратная связь, она, ну, во благо, когда, ну, то есть что-то я делаю не так, и я на это указываю с целью мне помочь, а не просто ради критика, ради критики. Вот тогда такую обратную связь очень легко слушать, ну, не важно, от кого он идет. Ну, это квалификация человека, который дает эту обратную связь, должна быть высокой, да, не обязательно, она может быть и невысокой квалификацией, это могут быть друзья, равные, просто когда ты понимаешь, что они по благо тебе, ну, то есть вот что-то ты делаешь не то, а тебе по-дружески говорят, ну, вот знаешь, надо вот по-другому, и ты такой, все, понял, проблем нет никаких. Да, отношения. Ну, отношения какие-то, отношения, да. Да, отношения, да. Вот, ну, и даже младшие иногда тоже там, ну, как бы, могут обратную связь сдавать, и легко можно ее принимать, как бы, если правильно ты понимаешь, что, ну, что, я душа, младший, там, младший, младший, маха-благовато, и просто, как бы, внешне он там, по определению, младший, вот, а на самом деле он никакой не младший. То есть, ну, как бы, правильное понимание свое, понимание, ну, какое-то свое такое, смиренное понимание, что, ну, опять же, вот этот момент, что во благо мне, не просто там поругать, ни за что там просто на тебя думать, ну, ну, да, как бы, тогда это не обратная связь, это просто какая-то конфликт, а обратная связь, это когда во благо, потому что-то хотят. Просто вот, ну, есть конфликт, когда просто вот, ну, что-то там не подъявили, не знаю, а есть обратная связь, когда вот, ну, помочь тебе хотят как-то, или там, ну, вот, мне кажется, так. А можно я тоже скажу? Просто у меня было такое вообще удивление, когда я, ну, начал вот коучингом заниматься, и я вообще-то, ну, прозрел от того, что если бы я эти вещи знал, там, еще 10, там, 15 лет назад, я бы не наломал, но очень много дров в отношениях с преданными. Такая элементарная вещь, она как бы просто берется из этики, ну, из этики просто отношений между людьми. Там есть такое понятие, как метод гамбургера. Гамбургер, у него три, ну, если так грубо, системно взять, три составляющих, да, мы не будем разбирать там начинку, там, и то, и то слои там, то есть сверху там булка, средняя начинка, и снизу, ну, вегетарианский, допустим, гамбургер, да, чего это облежит. Вот, ну, идея в том, что, когда мы хотим, ну, как поправить человека, вот там же как, клиент пришел, и у него здоровое эго, ну, это какие-то часто успешные там люди, они не хотят от тебя там, ну, что-то слушать, они и так тебе деньги платят, как это, сердце там открывают, и их может ломать сильно, то такая, ну, правило работы с клиентом, это гамбургер, то есть, например, человек тебе там рассказывает свою проблему, ты ему, ну, не говоришь там, ой, это я знаю, это миллион раз уже делали, сейчас мы там вам поможем, первая, вот эта первая булка, да, верхняя, ты его прославляешь, или домашнее задание, когда он взял там на второй сессии, ты ему говоришь, ну, там, что у вас получилось, он там начинает говорить, ты его прославляешь, за его успехи, потому что всегда, у человека есть за что прославить, каждый какие-то, ну, если ты в человеческой форме находишься, это уже высокая заслуга, вот, потом, середина, это когда ты ему даешь какие-то, так сказать, корректировки, или поправки, и потом нижняя вот эта булка, да, ты опять его прославляешь, и тогда человек, ему, как бы оно плавно так входит, и я подумал, действительно, сколько было разрушено общин преданных, сколько ядр, ну, было разрушено, сколько поколений преданных ушло, из-за того, что не соблюдается вот эта элементарная этика, что если ты хочешь, ну, кого-то попросить о чем-то, поправить человека, то нужно просто сначала, как бы, ценность, заявить о его ценности, потому что он будет чувствовать, что ты его доброжелатель, как там, you well, I'm, you well wishful, you well wishful, да, ну, правопадок подписывал письмо, ваш вечный доброжелатель, то есть, вот то, о чем говорит Рамаприя Прабу, у нас может быть, типа, как бы, сила, ну, это переварить, да, ну, понять, что он доброжелатель, а может силы не быть, или у человека напор там мощный, или у него накопилось яд там какой-то, то вот, ну, получается, что, если мы, ну, эта концепция, она всегда понятна, то есть, наши обязанности, они создаются правами, ой, наши права создаются обязанностями других людей, допустим, например, почему у нас, ну, тут не побили там, эти жители местные, да, потому что они выполняют свои обязанности, они поддерживают мирную атмосферу, поэтому у нас есть право быть защищенными, то есть, окружающие люди, или там, сосед, почему у нас дома может быть хорошо, потому что они включают громко музыку, там, не курят из окна, и у нас создаются права на нормальную жизнь, если он свои обязанности не будет выполнять, то мы лишаемся права, и у нас начинаются проблемы, то же самое здесь человек, ну, наш собеседник, он имеет право на то, чтобы мы, ну, мы должны выполнять свои обязанности, создать его права, мы должны заявить о его ценности, о том, что мы ценим наши отношения, что он делает что-то хорошее, потом сказать какую-то вещь, и потом, ну, опять, как бы его подбодрить, так сказать, и тогда вот эти вещи, они как бы, ну, плавно входят, и я, ну, когда об этом узнал, мне это понравилось, но я про это сразу же забыл, потому что на уровне этики этих нет ценностей, и, поскольку мы, ну, это практикуем, я там провожу курсы, там, обучаю других коучей, я постоянно себя в это состояние стараюсь, ну, как бы привести, чтобы это применить, но очень глубоко на уровне этики этого нет, поэтому иногда ты можешь просто, ну, нам кажется, да, что мы стоим в центре, мы, я пук земли, я точка отчета, я могу кому-то сказать, человек обязан принять, хотя обязан это я, а у него есть права, ну, мне кажется, что, типа, у меня есть право, он должен выполнять обязанности, и, ну, вот, я хотел сказать тоже такой момент, второй, который, ну, позволяет этой схеме работать, он тоже из пресуппозиции коучинга, он заключается в том, что мы смотрим на человека, и мы говорим, я окей, и ты окей, я нормальный человек, и ты нормальный человек, и именно поэтому ты заслуживаешь того, чтобы я дал тебе позитивную оценку, и, ну, у нас были хорошие отношения, то есть, эта вещь, она позволяет быть, ну, чувствовать себя полноценным так же, ну, вот, то, что вы сказали, да, что вдруг я чего-то не знаю, вдруг я обусловлен, то есть, надо понять, что мы будем совершенствоваться вечно, вечно будем расти, даже когда мы уже будем в теле, дай бог, там, манжаре, там, или пастушка, да, мы будем, у нас будут старшие, мы будем на них смотреть, и нам будет какая-нибудь там, в алитом манжаре говорить, господи, где ж ты в кого ж ты в такой вродился, как бы, что ж ты не понимаешь, что, что, Матя Радхаране надо предлагать тапочки, а не резиновые сапоги, там, и все такое, ну, то есть, будет продолжаться это постоянное обучение, вечно, но, если мы будем, ну, как бы, находиться вот в этом самоничижении, собственно, недостаточности, то мы будем все равно создавать беспокой, наш стресс будет расти, и мы будем так или иначе совершать оскорбления и падать, поэтому надо просто понять, что, то, что я уже имею, этого уже вполне достаточно для того, чтобы служить Кришне, то есть, получается, как вот, ну, мой гуру Махараш, говорит, известное его высказывание, что смирение, это не думать о себе плохо, думать о себе меньше, то есть, получается, фактически, наш, ну, наш объект служения, это должны быть не мы, и наше совершенство, там, и все такое, а это должно быть лотосные стопы Кришны, гуру, и преданных, да, по этим живодой, наморочиваешь на вас, его по этим ипостасам, то есть, мы, ну, допустим, я могу думать, ну, как я могу играть, там, на караталах, или на мриданге, или на гармошке, если я там играю не авторитетно, там, сарагамападаниса, там, я знаю, мало ритмов на мриданге, или я там бью лишний удар, но поверьте, нашему гуру, людям, которые здесь ходят, и Кришне, вообще, ну, до лампочки нажимаем, мы сарагамападаниса или нет, потому что, если они не получат, ну, сознание Кришны, то нажимаем мы, или не нажимаем, это не сделает ничью жизнь счастливой, вот, но даже если мы нажимаем плохо, и мы можем петь Харе Кришна, это будет во много раз лучше, и мы просто должны понять, что, ну, как бы, объект служения и совершенства, это не мы, а это Кришна, Гуру, и преданные, и другие живые существа, то есть, мы просто, наша задача, это бхактия, ну, выполнять сэву, служить, вот, и постепенно свое служение, как бы, совершенствовать, а не стать совершенными, и потом сверху скинуть на Кришну спасательный круг, хэпэ, смотри, какой я тебе, ну, как бы, служу, то есть, вот, эту, ну, концепцию, ее надо постоянно в себе менять, именно из-за того, из-за того, что люди не понимали этой концепции, Гавдия Матху очень сильно подъел искон, ну, были вот эти все, короче, обрушения в нашей организации, потому что люди думали, что это религия, они не поняли, что его правопаду, правопада, он перевел слово бхактия, не как любовь, а как преданное служение, надо просто брать и заниматься, делать, закатываешь рукава и трудишься, и постепенно приходит более-более глубокое сознание, вот, но если это там любовь, о радха, там, о какого цвета, там, саре, там, какой длины мочка уха, там, какой-то спутницы, там, это не приносит, ну, никому радости, благо, это превращается в сахаджи, и как бы, ну, и все, вот, то есть, вот это такая вот вещь, поэтому, ну, что нам, если, например, ну, мы выполняем, такое служение в Ятре, если человек, он чудит, ну, бывают такие, приезжают, как бы, да, в город, мы ему просто говорим, что тут есть, как бы, порядки, тут есть старшие, вы приехали, мы вас хотим ознакомить, там, вот, как этот Харидев, который Прабух в прошлый раз приходил, это его, типа, служение в Турции, чтобы русские, когда, которые приезжают, русскоязычные, они могли понять, как правильно себя здесь вести, они дают его телефон, они ему звонят, и он нам рассказывает, правила поведения, и курирует, как бы, это все, вот, и получается, что, ну, если человек просто адекватный, как бы, воспитанный, мы совершаем СЭВу, и постепенно мы все растем, если человек, он, ну, как бы, сумасшедший, то ему дают обратную связь, и там уже он, если понимает, что это его неблагожелатели, а это просто хотят его покритиковать, он куда-нибудь там едет дальше, не знаю, в Саудовскую Аравию, или куда-нибудь, он себя будет чувствовать более комфортно, вот, ну, то есть она, как бы, что мы часто, ну, обратная связь, она к нам приходит, вот такая горячая, именно, когда мы не выполняем просто свои обязанности, и все, вот, потому что целью не является исправление людей, и их там, ну, обтачивание, целью Анардха-не врите является просто, как Читаян Чандра Махараж говорит, Анардхи-не врите, да, ну, чтобы Анардхи, как бы, нам не врали, чтобы они нас не сбивали с пути преданного служения, это устранение нежелательного, Анардхи-не врите, ну, как бы, вы ему искажаете мое видение, входите, я буду просто, ну, трудиться на благо Кришны, Гуру, преданных других существ, вот, и тогда, просто, если мы, например, например, там, нам говорят, тут ты, как бы, неправильно, ну, тут ты беспокойство доставляешь в обществе преданных, а, понял, понял, хорошо, я буду там, или, например, там, ну, то есть, какие-то, какие-то вещи, и мы подкорректировались, и дальше идем, и все, есть вот, ядры, где преданные мне говорят, ну, лидеры, там, лидер Харинамы, там, или лидер какой-то, департамент, он говорит, что, ну, я послушал, там, семинар о том, как надо прояснять отношения, да, и я там преданным говорю, а вот давайте сейчас все откроем сердце, и поделимся, а, скажем правду, да, скажем правду, что нам не нравится, и потом, он говорит, этот преданный, меня утопили, я перестал повторять Харе Кришна, и вообще уже теперь не прихожу в храм, ну, потому что его просто, как бы, разломали, почему так произошло, потому что, ну, когда люди, Канишсадхикари, они сидят, и у них свой личный интерес, выше общего интереса, выше интереса удовлетворить Кришну, и они начинают, ну, какие-то вещи там, и этот человек, его психика просто не выдерживает, его просто, ну, как распяли, да, и все, но, когда люди, они поставили цель, у нас есть общая цель, служить, там, исполнять всем цели, скон, да, удалитарит, шулупрупаду, гуру, и просто, как бы, делают, есть какие-то моменты, обсудили, и постепенно, постепенно, люди выходят на уровень, на абсолютный уровень, когда они видят, это тоже мне нравится момент, который, Прочитание Чандра Махараджа говорит, что есть, как он говорит, есть недостатки, а есть особенности, ну, то есть, он говорит, мы можем видеть недостатки человека, а можем видеть его особенности, то есть, это, как бы, особенность, и мы, ну, чем больше мы поднимаемся на этот абсолютный уровень, именно движимы тем, что у нас есть общая цель, и мы вокруг нее вращаемся, то мы видим, да, этот человек, он там, может, горячий, допустим, да, он, как реактивный, мы с ним определенным образом общаемся, этот человек, он там медлительный, мы от него не ждем там каких-то вещей, это такой, и у нас есть вот этот паттерн особенностей, и мы учитываем всех этих людей, и с ними, ну, сотрудничаем, потому что наша цель, это не сделать каждого совершенным, а наша цель, просто служить Кришне, удовлетворять его, ну, такой хотел момент сказать, я не знаю, получилось ли у меня, классно, может, вы еще хотели? да, я не знаю, я не знаю, что вы хотите сказать, пара моя, Алексей, Матаджи, Матаджи Жазира, может, вы хотите сказать что-то? Передам, Паша, Матаджи Жазира, каждый день идут эти чтения, и вот мы сейчас очень глубоко пахтаем, в чем мой долг в Санге, в чем мой долг вообще сознания Кришны, понимаю ли я, что я нахожусь в сознании Кришны, и что я теперь с этим должна делать, а может, мое место вообще не здесь, может, я просто как бы думаю, что я в сознании Кришны, а на самом деле я просто, ну, вот где-то там застряла в материальном мире, и вот такие интересные процессы проходят, и вы здесь тоже говорите про ответственность, про обязанности, про долг, да, и то, что мои, как вы сказали, мои права создаются, мои права создаются тогда, когда кто-то, ну, другой исполняет свои обязанности, и это действительно вот настолько, если вот так подумать, это вот настолько, не знаю, такой, мне кажется, важный процесс, если ты просто вот это уже поймешь, и будешь практиковать в этой жизни, и будешь вообще к другим людям относиться, да, что у меня права есть, только потому, чтобы выполнять свои обязанности, вы приходите каждое воскресенье, вы здесь проповедуете, вы здесь рассказываете, нам доносите знания, преданные приходят, и если мы просто это уже хотя бы поймем, то мне кажется, это уже будет такой большой шаг, Рикришна, вот это хотелось. Спасибо. Там был интересный момент, мы пришли сюда, вас же нет, и здесь как будто бы вообще ничего нет, как бы, но обычный парк, мы даже ее не узнали, даже место не узнали. Это вообще какой-то был, вообще ужас просто, да? И тут, когда вы уже пришли, все изменилось, как-то, это вообще потрясающе, чувство было, Да. А какая благодарность, оценивать, что кто-то выполняет обязанности, потому что, опять, это иногда бывает вообще черный кардинал, которого даже и не видно, и вот он делает, а благодаря тому, что он делает, что это все существует, и люди там пользуются благами, грубо говоря, да, они приходят вот на Кир, ну, получают свои блага, а кто-то несет ответственность, такое, детская позиция, это внутренний, детский ребенок, внутренний взрослый, когда вот он вырастает, он понимает, что там не сама еда в холодильнике появляется. Да, вот это, конечно, открыли. Надо это, осознанность, вырастать внутренне. Тоже вот маленько-малые, они, к самым махараджам, как все-таки вырастать в обществе преданных, как становиться взрослым человеком, когда, ну, допустим, был ребенок, у тебя отвечали родители, пришел в общество преданных, ответственность, берет за тебя духовный учитель, и человек как был, ну, инфантильный, грубо говоря, он как не брал на себя ответственность, просто из одной люльки перешел в другую люльку, а он не может на себя взять ответственность. И получается, он вроде как хороший, он там подчинялся, он тут подчиняется. Но, да, вот этот внутренний характер, стержень, у него ответственность, у него не выработалась. Тоже вроде как проблема, он хороший, он все, он все выполняет, он очень супер знает все свои, там все хорошо делает, но он, как бы, как сказать, не самостоятельно, что ли, да, такая проблема, инфантильность, грубо говоря. А можете еще дать микрофон? Вот помните, я недавно, недавно выкладывал лекцию с Адху Махараджа про воспевание святого имени, вот такая, на телефон, и я удивился, ну, очень, когда он, знаете, в такой вообще неожиданной точке зрения подал, он говорит, что нам, ну, когда мы воспеваем, мы можем соприкасаться с женской энергией, ну, как бы, женским аспектом, вот так можно сказать, женским аспектом, или мужским аспектом намы, то есть, она говорит, что, смотрите, когда мы приходим, да, в движение, нам интересно вот этот, ну, Индия, там, фестиваль, там, просад, ну, даже там, лекции, все, и как бы, нам, нам интересно получать, мы, ну, в этом духе зависимости находимся, и мы соприкасаемся, мы когда повторяем, нам достаточно сложно повторять, потому что мы соприкасаемся с внешним аспектом намы, и он говорит, что со временем нужно перейти служение внешнему, или женскому аспекту намы, служение мужскому, то есть, когда мы берем ответственность за наму, не нама берет ответственность за нас, создает атмосферу, и все такое, а мы берем ответственность за нее, ну, нама, она же не отлична от Кришны, да, это и есть Кришна, и мы берем ответственность за то, чтобы Кришна был удовлетворен, чтобы он, ну, живые существа воспевали его, и он мог совершать свои, как бы, игры, да, ну, вот это, в читании Чаритамрите описывается, что есть аспект ашрай, и вишая. Ашрая это когда мы создаем здесь резервуар. Ашрая это резервуар или поляну такую мы создаем. А вишая это то, чем наполняют. Мы создаем вот эту поляну, такое место для Кришны. И Кришна сюда не сходит, и Он его наполняет. Здесь проявляется лила. И вот если, допустим, преданные соперничают, или Киртания считает себя певцом, они находятся, как бы, вишая то есть, если преданные пытаются просто наслаждаться положением, процессом, музыкой, то они не выполняют своих обязанностей, то есть, они не создают вот эту поляну, вот эту Ашраю. И Кришна не может прийти. Но если мы находимся все в духе служения, то Кришна, Он не сходит в этой аспекте вишая, и Он в этих сердцах людей, Он загорается и танцует у них на языках, на сердцах, и все вот этот танец происходит. Ну, то есть, этот момент. И поэтому, может иногда возникать вопрос, ну, неужели вот каждый, кто придет, вот просто кто-нибудь, так сказать, куда-то приедет, сядет, но начнет петь, и прям все будут танцевать. И мы видим, что нет. Это происходит просто благодаря тому, что мы своим обществом мы создаем вот эту энергию Ашраи. И Кришна не сходит, и Он проникает в сердца всех существ, и вот эта лила происходит. Просто благодаря, ну, как бы, правильной позиции. И все. Вот это, ну, это важный момент. И вот это и есть служение вот этому мужскому аспекту намы. Мужчина несет ответственность. Он не проявляет просто зависимость, ну, когда там Кришна проявится. Вот на начальных этапах преданные так проводят Харинамы. Они так обсуждают. Ну, вот сегодня Кришна проявился. Ну, то есть, поют, и Кришна, Он, чтобы не умерли преданные, бывает, нектарчик-чик, там, подкинет, знаете, сверху на пару секунд, он все, там, глотнули, и опять такая, ну, как бы, аскеза, там, поем. А тот, кто находит, служит мужскому аспекту намы, то есть, его ответственность, чтобы Кришна насладился, чтобы Кришна пришел и оставался максимум здесь. Преданно над этим думает. Он в личной, в личной садгане над этим думает, философия над этим работает, над отношениями. Вот если бы, допустим, каждый из нас изучал философию, но у нас не было отношений, мы бы тоже этого ашрая не проявили, потому что это было бы либо трак и щука, каждый, ну, что-то свое, как бы. Вот, то есть, вот это единство, все это создается благодаря, вот, ну, как вы сказали, санга, да, и мы пахтаем, у нас вот эта санбанха там вырабатывается, у нас возникает доверие. Вот я, допустим, ну, наблюдаю, как у меня сознание работает, допустим, Матаджи Жазира, да, появилась, и мы у Лены проводили, когда, ну, вот эту программу, и Матаджи Жазира, она такое интересное замечание в лекции сделала, что, ну, когда Матаджи Лена задала вопрос, что мне не хочется выполнять обязанности после воскресной, да, и я объяснял, что мы остаемся в духе наслаждения, хотя находимся в духовном движении. Матаджи Жазира этот момент заметила, его, как бы, обозначила, и это, ну, этот момент, его можно услышать, если у тебя достаточно, ну, как бы, такая нормальная, серьезная квалификация. Ну, и вот сегодня, какие-то моменты вы заметили, тоже вот эти вот обязанности, то есть у человека, ну, разум оточен, ну, уже как с прошлой жизнью, это, ну, есть такая адхикара, там у каждого свое, там есть свои, ну, мощные такие вещи, там, Матаджи Бахич Андрика, там, Матаджи Юля, ну, каждый здесь Рамаприя, Прабу Паша, там, у каждого есть свое, вот это бхакти, высокая адхикара уже накоплена с прошлой жизнью, и вот когда мы все гармонизируемся, то есть у нас есть вот эта общая цель, и мы ее, ну, все вот эти свои сильные стороны, как бы, вовлекаем, и это просто невероятно привлекает людей, потому что все думают, вот это да, здесь каждый такой талантливый, каждый сияющий, ну, потому что мы используем, ну, как бы, сильные стороны, то есть это вот очень важно, мы не просто их, эти таланты прячем, мы сидим и потребляем, ну, когда уже меня, как бы, развлекут, но каждый вовлекает свою сильную сторону в служение мужскому аспекту намы, то есть я несу ответственность за Кришну, как Прабхупада говорит в Брамананде, я ваш непослушный сын, вы меня усыновили, у меня столько долгов, Гуру Махараш оставил мне свои долги, мне их надо теперь раздать, ну, сделать всех сознающими Кришну, вы днем и ночью трудитесь, чтобы покрыть долги своего непослушного сына, Прабхупада про себя говорит, то есть он так объясняет им, что они находятся в мужской позиции, не просто, что Гуру должен меня спасти, а он говорит, вы спасите меня, мне надо отдать долги Гуру Махараджу, вот, ну, то же самое и здесь, то есть мы можем находиться в этом религиозном состоянии, и преданные, они задают вопрос турки, а как вы так вот поете, что у людей не возникает противоречия между религией, почему они вовлекаются, потому что мы не делаем религиозную акцию, то есть мы не поем здесь религию, мы служим Кришне, ну, выполняем парадгарму, это очень глубоко внутри у каждого, каждый просто чувствует, что это не религия, это просто природа, ну, парадгарма, санат, он вверх, вечная адгарма, и все, и все, как бы, делают, они даже удивляются, ну, когда мы еще говорим, что это с Аллахом связано, они, ну, вам тогда еще бонус, как бы, ну, вообще и без этого, как бы, все классно, типа, вот, потому что мы не потребляем от Кришны, сейчас мы вот будем петь, и может он там проявится, а мы просто, ну, выполняем свое вечное, как бы, служение, то есть вот это вот такая вот вещь, ну, хотел бы помнить. Спасибо.